Посол ГТО в Приморском крае проведет уроки физкультуры для старшеклассников Владивостока. С 9 по 14 сентября известный кудаист и представитель комплекса «Готов к труду и обороне» Андрей Черных расскажет о возрождающейся программе и о дополнительных бонусах для обладателей золотых значков отличия ГТО при поступлении в ВУЗы. После общения с ребятами Андрей также проведет урок физкультуры, на котором и расскажет, как правильно выполняется тот или иной норматив. Такие встречи пройдут в трех школах города – 35-й, 48-й и 20-й. Напомню, что Андрей Черных, мастер спорта международного класса по КУДО, утвержден послом ГТО Приморского края, Министерством спорта Российской Федерации еще в марте этого года. Сейчас он и его коллеги активно занимаются продвижением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Хоккейный клуб «Адмирал» пополнился еще одним легионером. 26-летний канадский форвард Джеймс Райт подписал контракт с приморской командой до конца этого сезона. В прошлом сезоне Райт выступал в АХЛ – The Bridgeport Sound Tigers, где заработал 41 очко. Опыт игры в КХЛ тоже имеется. В сезоне 2014-2015 выступал за Медвежчак, там он провел 53 игры и заработал 19 очков. Джеймс уже присоединился к команде в Москве, где «Адмирал» встречается с местным «Спартаком». Напомню, последний свой матч моряки проиграли. Наша команда ездила в гости к новичкам лиги – китайскому «Куни Луни Рэд Стар». Встреча завершилась со счетом 6-3 в пользу хозяев. Приморцы сейчас на 12-й строчке в турнирной таблице. Кампус ДВФУ 10 сентября примет крупное веломероприятие – открытую и бесплатную гонку «Байк Кампус Рейс 2016». Трасса протяженностью почти в 3 километра на островной территории университета включит в себя проезд спортсменов по асфальтированной поверхности, брусчатке, грунтовке и камням. Соревнования проводятся уже третий год подряд. При этом традицией остается и призовой фонд гонки. В этот раз он составит около 50 тысяч рублей. Стоит отметить, что в этом году помимо жителей Владивостока соревнованиями уже заинтересовались гости из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и нескольких других приморских городов. В целом же в состязаниях могут принять участие все желающие старше 18 лет. Наличие своего велосипеда не обязательно. Организаторы обещают при необходимости предоставить прокатных железных коней. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.